Приветствую всех, кто поделился к нашей дискуссии. Меня зовут Антон Родненко, я являюсь директором Центра новых идей. Это наши что-то дневные дискуссии про то, как изменяется наше жизнь во время коронавируса. Сегодня мы будем обмирать бизнес, как бизнес переживает эти часы. У нас с нами носует Денис Шаврук, банкир ЕБРР по финансованию малого и среднего бизнеса. Добрый день. Привет, Денис. Так само Татьяна Маринович, сузнавалеца группы компании Белбис. Так само Стартап Хабу и Магуру. Привет, Татьяна. Добрый день. Перед тем, как начать, я расскажу несколько технических моментов, как все у нас будет происходить. Мы это делаем в формате вебинара. Это значит, камеры и гук по дефолту включены только у выступовцев. Все остальные участники нашей дискуссии альбо могут писать свои питания унизу в раздел Q&A. Там есть кнопочка такая. Альбо просто в чат. Просто в чат лучше не писать питания, лучше писать свои думки. Пытания лучше писать в Q&A. Бо, когда в чате верно шмат поведомления, часом тяжко побачить питания. Кали вы хочете задать свои питания голосом, то смело натискайте кнопочку «Паднять руку». Я гэта побачу, и у вас будет махчымасть уже голосом долучиться до нашей дискуссии. Гэта нашим мероприянствам мы робим што тыдень. У один час, гэта кожный чатвер, у 15.30. Про стыдень у нас будет уже обмеркование финансовой ситуации в Украине, и што робить больше на макроэкономичном уровне. Сегодня будем больше разговаривать про то, как бизнесу пережить гэта тяжкие часы, што робить малому бизнесу, што отбывается в стартапы и кей системе, які на зараз переживают и шукают грошы, тя не шукают грошы. Вось, напэвно пашнем, Денис, з вас. Маглі бы вы распавесці, які зараз макроэкономічны прагноз, для чаго бізнесу рыхтавацца, што мабыць уже робіць зараз, а што мабыць робіць уже поздна. Вось. Дякую, Антон. Я на беларускай мові даўно не размавлял, поэтому не буду разыковаць. На русском прадужу. Если говорить о прогнозах, понятно, что прогнозы – это вещь неплагодарная, поэтому можно поговорить о сценариях, о том, как дальше будет развиваться ситуация. И классика жанра – это три буквы, так сказать, три сценария. То есть это V-shaped, вот V, как Виктория, английская сценария, то есть все быстренько оскочит обратно, все будет хорошо. Понятно, что этот сценарий уже не реализовался, понятно, что быстро все не восстановится, и нужно готовиться к, так сказать, среднему, ну, то есть уже все, в принципе, отрабатывают сценарий, так называемый U-shape, то есть это как английская буква U, то есть одно мы будем проходить, ну, я думаю, от нескольких месяцев, может быть, полугода до нескольких лет. Этот сценарий сейчас базовый, и поэтому сценарий уже определенный, есть какие-то шаги от, ну, от всех участников экономики. Ну, и последний сценарий, мы его, наверное, потом чуть позже обсудим, это сценарий L-shaped, да, то есть вот такой, то есть если все упало, и осталось лежать. Да, это как бы сценарий третий, что в долгосрочной даже перспективе ничего не восстановится. Пока мы его обсуждать, как я уже говорил, не будем, потому что он такой более глобальный, тут очень много можно, так сказать, взаимодействий у всяких проговаривать. Вот поэтому я расскажу про U-shaped, да, сценарий, то есть вот тот, который предполагает, что все восстановится там в течение, ну, скажем, двух-трех лет. На этот случай, ну, наш банк, по крайней мере, уже предлагает, и об этом шла речь в прессе, в том числе и на нашем сайте, есть информация про специальные пакеты поддержки бизнеса. Речь идет о том, что мы продолжаем финансировать бизнес на более, скажем так, по более упрощенной процедуре. Условия в основном те же, то есть, ну, это уже хорошая новость, то есть мы, условно говоря, не повышаем там ставки, не увеличиваем требования, наоборот, скажем так, облегчаем некоторые моменты взаимодействия с нами. И таким образом пытаемся помочь бизнесу, то есть мы не выступаем, как кредитор последней инстанции, которому надо идти, когда уже все пропало, но мы понимаем, что если у компании будут какие-то провалы в ликвидности, разрывы, не будет хватать денег там на, ну, в течение, там, допустим, двух-трех месяцев, полугода, она эти разрывы сможет пополнить, вот, поэтому, соответственно, в рамках пакетов, это у нас два пакета помощи бизнесу сейчас прорабатываются, это, так сказать, первый пакет я бы назвал, наверное, стрессоустойчивости, по-английски он звучит resilience, и этот пакет предполагает финансирование, по сути, на потребности оборотного капитала, либо на завершение каких-то кап-вложений, которые уже были, большая часть которых была проведена, там финансирование двухлетнее, вот, и сейчас еще будет у нас дорабатываться по солидарности, там чуть-чуть шире, как сказать, длиннее срок, там, до трех лет, может быть, и будет, наверное, больше компонентов дополнительных, облегчающих, так и бизнесу, вот, переживания этого кризиса, но я их сейчас не буду еще пока озвучивать, потому что этот пакет полностью не согласован, не утверден в окончательном виде, вот, поэтому, в принципе, банки знают, как реагировать на эту ситуацию, бизнесы, наверное, тоже знают, как реагировать на эту ситуацию, ну, и все надеются на то, что все-таки она в какой-то момент начнет улучшаться, и, главное, иметь запас прочности, в том числе, с точки зрения финансов, на вот этот вот непростой период. Расскажите, может быть, тогда и подробнее, да, про стан малого бизнеса в Беларуси, да, коронавирусу, и, и зараз, и, как это может повплывать, в Беларуси, в принципе, малый бизнес, только, литерально, в 10 годах тому, пошел активно развиваться, и, типа, успел он стать достатково резилиент, устойливый, как пережить такие кризисы? Бизнесы в Беларуси, он, его кризисами, с одной стороны, конечно, не напугаешь, потому что у нас, наверное, это, в каком-то смысле, достаточно часто повторяющаяся ситуация, вот, но, с другой стороны, многие бизнесы, я буду рассказывать по секторам, потому что, так будет, наверное, больше, более понятно. многие бизнесы уже столкнулись с ситуацией, когда, по сути, ну, по сути, оказались на грани закрытия. Понятно, что это бизнесы, в том числе, там, связанные с сектором, так называемым, хорика, да, то есть, отели, рестораны, кафе, прошу прощения, это бизнесы, которые связаны, там, с развлечениями различные, парки, вот, развлечения, кинотеатры и так далее. у всех этих бизнесов сейчас непростая ситуация, вплоть до, вплоть до того, что, ну, они могут закрыться, поэтому эти бизнесы сейчас принимают решение о том, либо, ну, как им, многие даже меняют бизнес-модель, то есть, начинают заниматься чем-то другим, потому что понимают, что в том бизнесе, в котором они сейчас, перспектив нет. вот, но есть компании более устойчивые, которые пережили не один кризис, и поэтому эти компании, они, скажем так, у них больше выручка, там, выручка у них уже там в районе, допустим, 10 миллионов и выше, там, там, евро в год, у них уже более устойчивая бизнес-модель, у них более устойчивая финансовая модель, и они лучше управляют рисками, и они уже готовятся, но они тоже видят какие-то моменты, например, у них прекращаются поставки от традиционных поставщиков, у них прекращают закупаться традиционные покупатели, им нужно тоже менять какие-то подходы, менять продуктовую линейку, менять полностью там структуру себестоимости и так далее, то есть они тоже сталкиваются с такими достаточно серьезными вызовами, но эти вызовы, ну, бизнес не убивает, они его ослабляют временно, вот, поэтому это касается, ну, всех остальных, скажем так, секторов, то есть если говорить про те сектора, которые больше всего пострадали, это вот, как я уже говорил, это Хорика, транспортный сектор достаточно серьезно, пострадал, туризм, понятно, авиаперевозки, вот, именно эти сектора, они на острие, вот, но есть бизнесы, в том числе, например, фармацевтика, медицинское различное оборудование, которые, ну, наоборот, возможно, даже могут улучшить свои показатели и в этой ситуации, если они к ней были готовы, достаточно неплохо, ну, скажем так, развиваться, поэтому, ну, нужно смотреть, конечно же, кейс-байкейс, да, чтобы было понятно, что, что с кем происходит. Доброе, Татьяна, тогда, мабыц, протягнем, гэта тема с вами, вы, апроч, того, что я прилечу, я же, что год организовываюц, сусветный форум, тыдзень предпринимательства, у Беларуси уже, шмат годов, мабыц, расскажите, как беларуский бизнес, переживая, я гэта крызис, что у комьюнити кажуть, и, я гэта, адгукнулася на стартап-экосистемы, яка еще больше молодейшая, только-только пачала узнікаць у нас, яка, мабыц, им допомога зараз потребна, чого я не мабыц, чакаюць, наприклад, от державы. Спасибо большое, спасибо за приглашение, и спасибо за, вообще, интерес, действительно, пусть еще не совсем сложившаяся, но достаточно значимой стартап-экосистемы в экономике Беларуси, да и, в принципе, наверное, стартап-экосистема и венчурные инвестиции сегодня это одна из важнейших тем для будущего мировой экономики. Я приведу только, может быть, один наглядный пример, вот, чтобы понимать глобальную составляющую этой индустрии. Все знают хорошо, прекрасно, что такое Кремниевая долина. На самом деле, это совсем небольшая территория в США, в Калифорнии, да, это Сан-Франциско и, собственно, сама долина, деревня Долина, между ними дорога в 50 километров. Вот эта небольшая территория производит валовые внутренние продукты ежегодно в районе одного триллиона долларов. То есть это примерно в 15 раз больше, чем ВВП Беларуси, всей Беларуси. Мы понимаем, что Кремниевая долина, ее составляющие, это технологические компании, стартапы и венчурные фонды. Собственно, на этом построена экономика Кремниевой долины. Именно поэтому стоит понимать, что стартапы действительно для любой страны мира это важнейшая составляющая экономическая, которую стоит поддерживать. И Беларусь в этом смысле безусловно не исключение. К сожалению, у меня нет статистических данных. Мы сейчас как раз и Магуру проводят опрос белорусской стартап-экосистемы, что и как кризис вообще может повлиять на белорусские стартапы. У меня есть данные международных организаций, которые делают опросы на глобальном уровне. У меня такое ощущение, по крайней мере, по разговорам с нашими стартапами, с портфельными компаниями, что ситуация более-менее примерно одинаковая, можно сопоставить. Так вот, на глобальном уровне стартап-женом есть такая организация, которая делает исследования и сейчас замеры эти производят практически еженедельно. Более 70% всех стартап-компаний у них снизились доходы, более 70% всех стартап-компаний уже сегодня были вынуждены каким-то образом менять свою кадровую политику, я имею в виду, или переводить работников на неполный рабочий день, или, к сожалению, расставаться с сотрудниками, или уменьшать фонд заработной платы, так или иначе. Представляете, цифры это более 70%. И 40% стартапов, они находятся в так называемой красной зоне. Это что значит? Вот мы сегодня про малый бизнес говорили, что у них должна быть какая-то подушка, Денис говорил, подушка безопасности несколько месяцев, ликвидности. Так вот, красная зона для стартапа, это когда денежных средств хватает буквально на 2-3 месяца. Что это означает? Что фактически летний период при, если ситуация не изменится, да, и при всех сегодняшних составляющих этой ситуации, лето переживут далеко не все. Фактически половина стартапов может умереть, и это абсолютная реальность. Кто сегодня себя, ну, может быть, чуть лучше чувствует среди стартапов? Во-первых, это те компании, которые сумели поднять инвестиции буквально вот накануне кризиса, да, у них, в принципе, инвестиции в стартапах, в стартап-экосистеме поднимаются всегда на период 12-18 месяцев. И вот если стартап имеет вот эту, ну, лучше еще на 2 года, да, ликвидность, когда он может, понимает, по крайней мере, как он проживет следующие 2 года, а 2 года почему? Потому что я тоже считаю, что кризис как минимум продлится год, еще до поднятия следующего раунда стартапу нужно будет показывать определенный рост после кризиса для того, чтобы убедить инвесторов инвестировать в компанию. Ну, и как минимум там квартал или 6 месяцев занимает, собственно, процесс самого фандрайзинга. Поэтому 2 года, это если у стартапа есть денежные средства на период 18-24 месяца, это прекрасно. Если их нет, ну, скажем, стартап гораздо более уязвим. Те стартапы, которые сегодня находятся, и вот тоже это пересекается с малым бизнесом, в тех отраслях, которые занимаются онлайн-энтертеймент, телемедицина, различного рода мессенджеры, инструменты, которые помогают нам, вот людям, которые находятся в изоляции, общаться, все это сегодня находится на подъеме, безусловно. То есть, они действительно пострадали меньше от кризиса. Но есть сектора, как travel tech, как hospitality tech, эти сектора, они фактически сегодня, ну, скажем, прямо прекратили свое существование стартапов в них, и здесь, безусловно, потеря дохода составляет от 80 до 100%. Фактически у стартапов в этой ситуации единственное, что они могут делать, это каким-то образом поддерживать свою клиентскую базу, удерживать ее, да, через различные какие-то бонусы, программы лояльности, коммуникации, и так далее. Здесь не идет никакой речи о, скажем, вообще росте дохода. Что интересно, вот все стартапы, которые на глобальном уровне так или иначе пострадали, опрос проводился в 50 странах мира, большая часть из них имеет государственную поддержку. Ну, понятно, что речь не о Беларуси, речь идет о других странах, и эта государственная поддержка, ей на сегодняшний день уже воспользовались 46% всех стартапов, и 16% планирует воспользоваться в ближайшее время. Интересно, как разные страны реагируют действительно на этот кризис. Правительство многих стран, первое, наверное, я обозначу, Франция, она была именно одна из первых, кто предоставил специальный пакет именно, не просто бизнесу, да, или там пакеты многие правительства на поддержание экономики своей страны, а именно сделали фокус на стартапы. Франция, вот такой пакет во Франции составляет 4 миллиарда долларов, евро, простите, 4 миллиарда евро. Великобритания буквально недавно, на прошлой неделе анонсировала помощь чуть более одного миллиарда фунтов. Небольшая Швейцария предоставляет помощь в 2 миллиарда швейцарских франков, это примерно эквивалентно долларам США одинаково. Вот интересно, мы сейчас с коллегами в разных странах мира обсуждаем, действительно, что правительство делает на том или ином уровне для поддержания стартапов. На прошлой неделе у меня состоялся телефонный разговор с коллегами по партнерству Google for Startups, это партнерство игроков экосистемы, которые являются партнерами Google, и коллега в Швейцарии поделился абсолютно реальным конкретным опытом, который в своей компании он смог получить кредит от швейцарского государства, и, собственно, любой стартап это может сделать в Швейцарии в размере полмиллиона швейцарских крон, или, как я сказала, это эквивалентно примерно полмиллиона долларов США, даже чуть больше. Процедура занимает ровно 30 минут от подачи заявки до получения денег на счет. нужно заполнить одну страничку стартапу о себе информацией, и через 30 минут деньги были на счете этой компании. Ну, действительно, это поразительно, это удивительно, но не только для Беларуси, даже для многих других стран. В этой связи вообще, что, конечно, мы не можем рассчитывать белорусские стартапы на такую поддержку государства, на что вообще, может быть, стоит рассчитывать, и о чем стоит подумать государству. На мой взгляд, меры поддержки должны лежать в четырех плоскостях. Первое, безусловно, это уже Денис вспоминал о малом бизнесе, поддержание ликвидности. Это самая большая проблема для стартапов сейчас, и если поддержание ликвидности может выражаться как через кредитование компаний, так и предоставление каких-либо грантов. Если в Беларуси мы, может быть, не дождемся таких мер, то, может быть, хотя бы мы можем рассуждать о косвенных мерах поддержки. Что я имею в виду? Это не прямое финансирование, но это моратории на различного рода выплаты. Это могут быть моратории на налоговые выплаты, это может быть моратории на арендную плату, на коммунальные услуги, если стартап арендует, допустим, офису государства прежде всего в этом случае. Безусловно, это помощь стартапу, которая поможет ему сохранить персонал компании, то есть это может быть моратория или снижение социальных выплат и так далее. Кроме всего прочего, что Беларусь, в отличие от других стран, может сделать и существенно помочь развитию стартап-движения и сохранению, удержанию хотя бы того уровня компаний инновационных, которые мы имеем сейчас, это начать поддерживать венчурные фонды, развивать вообще венчурные фонды. Беларусь сегодня одна из немногих стран мира в 21 веке, которая практически не имеет венчурных фондов в том смысле, в котором они существуют в мировой практике, то есть limited partnerships. Да, у нас есть один государственный фонд, и он совсем недавно появился, относительно недавно. У нас есть фонды, ну вот в частности наш фонд Техминск, он не является классическим партнерством, в этом смысле мы придумали такую некую квазисхему, которая, тем не менее, может, через которую можно инвестировать стартапы. Но вот инвестиции, которые сегодня так нужны стартапам, они как раз могут прийти от венчурных инвесторов, которых в Беларуси нет. И что государство может сделать через фонд фондов или какие-то другие механизмы, это как раз поддержать вот венчурные инвестиции, что я действительно была очень удивлена, когда в марте об этом заговорили даже в России на государственном уровне, были даны соответствующие поручения, рассмотреть возможность пенсионным фондам и другим инвестициональным организациям вообще вкладывать средства в венчурную индустрию. Это очень интересно, и я думаю, что Беларусь тоже, конечно, должна следовать этой практике. Дякую. Тяна, тут вот пришло нам питание, можете уже покидать питание в форму либо в чате, либо поднимать руки. Вот пришло питание, я его к реху перефразирую. По культу мы бачим, что, конечно, зараз в заходной Европе, в Украинах Европейского Союза, в США, в Великобритании, патрымка отбывается вельми худкая и прямо гроши присылаются на рахунки. Але навыд у суседніх краинах в Украине, в России, в Прайбалтыце, навыд гэтай краина, які не такі заможні, аны все равно патрымлююць бизнес. У Беларусі пакуль, што мы активных дзенью ніяких не бачим, хотя уже прайшоў месяц, навыд больш, калі навыд в Беларусь пришел коронавірус. Ма быць тут ёснейкая логіка, ці ма быць чым гэта і до Татьяны, і до Дениса. Ну, я могу начать. Я дзвіттєнна считаю, що на данный момент скорость принятия решений намного може бачі важніше, чем качество принятия цих решений. То есть, есси какой-то пакет мер, который сьогодні обсуждает правительство, і я знаю, що обсуждала дзвіттєнна, как вы правильно сказали, там, какое-то время назад, ну, по крайней мере, да, несколько недель назад, так точно, мы можем обсуждать плохой, он хороший, там, согласовывать его, но на самом деле сегодня важно не настолько, не то, насколько он хороший или плох, а насколько быстро государство сможет принять этот пакет. И, безусловно, делать это нужно было вчера, и любые, абсолютно любые меры сегодня это плюс для белорусского бизнеса, для белорусской экономики, для будущего белорусской экономики, потому что, ну, нужно понимать, мы же бизнес поддерживаем, почему, потому что бизнес будет, это налоги, и это рабочие места, и если бизнес сегодня или там в течение лета закроется, то, собственно, государственные деньги это что? Ну, вот так, то есть, мне кажется, что мы не должны сегодня обсуждать, какие меры должны быть приняты, ну, то есть, настолько детально, да, мне кажется, мы должны просто действовать. Денис, может быть, ваше бачение с пункта влежения по меру сектора и рызаков, какие могут быть, кали не покрыть бизнес? Ну, да, то есть, наша экономика, она специфична в том плане, что у нас все-таки малосредний бизнес, это условных 20-25 процентов ФВП, и, конечно, государство смотрит в первую очередь на то, что, как поддержать госсектор, да, и сохранить там рабочие места, и в то же время бизнес всегда рассматривался, наверное, ну, больше с точки зрения того, что это, скажем так, люди, которые зарабатывают деньги, у которых есть деньги, и в меньшей степени не рассматривался как люди, которым надо помогать, вот, но сейчас, действительно, я полностью соглашусь, Татьяна, что это вопрос в первую очередь, потому что, несмотря на то, что малосредний бизнес дает меньше процентов ФВП, занятость в этом секторе высокая, и если не спасти, допустим, одну компанию, да, какую угодно, да, эта компания, завтра ее собственник не пойдет на какой-нибудь там кружок танцевальный или компьютерный, и, ну, не заплатит там за какие-то услуги еще каких-то малых и средних бизнесов, то вот эта вот ситуация с потерей бизнеса, потерей источника дохода, потерей работы, она будет распространяться, опять же, ну, точно так же, как этот вирус, да, то есть в какой-то геометрической прогрессии, ее будет гораздо, ну, чем больше она, чем больше это будет продолжаться, тем сложнее будет это потом остановить, развернуть как-то и так далее, поэтому именно вот в такие моменты государство должно не просто помогать, оно должно агрессивно помогать всем, чем может, вот, именно в такие моменты, то есть, ну, можно привести пример того, что насколько быстро запустились программы поддержки экономической в тех же штатах, там уже вторая программа одобряется для малого и среднего бизнеса, там Центробанк очень активно участвует в том, чтобы остановить, так сказать, все неприятные явления на финансовом рынке и принять этих решений там заняло недели, вот, поэтому я полностью согласен в том, что здесь вот как раз государство, оно играет стабилизирующую роль и в интересах государства сохранить как можно больше бизнесов на плаву и дать им время выиграть как можно больше, чтобы они успели принять решения, которые им помогут дальше возможно уже самим, так сказать, выживать, выплывать, но все равно кто-то им должен помочь и кроме государства по большому счету это сделать некому. Я зараз запущу на это питание невелико у нас сиротов ледошоу, те веры, те, что белорусская держава пройдет на помощь, а пока люди голосуют, такое питание, напоминя, спочатку Денису, а потом и тянем. По коль меру я шанима, что бизнесу уже зараз робить, как бизнесу адаптоваться, захавать свою устойливость вот в этот час? Бизнесу, ну, опять же, каких-то общих таких рекомендаций для всех, наверное, придумать сложно. Конечно, всегда хорошо, когда у бизнеса есть подушка безопасности, какая-то подушка ликвидности, когда бизнес готов к кризису, скажем так, в том числе и финансово, то есть есть какие-то кредитные линии, которые открыты, которыми можно воспользоваться в критической ситуации, которые не надо, не надо терять время на то, чтобы их одобрять, не надо сталкиваться с тем, что будут дополнительные вопросы, как на бизнес влияет вот этой ситуации с мадемией и так далее. Поэтому это, наверное, уже запоздавший совет, но тем не менее всегда какая-то подушка безопасности финансовая, она должна быть и на самом деле перед всеми кризисами, если какие-то такие ощущения есть, что кризис надвигается, а эти ощущения в принципе могли появиться, потому что Беларусь, скажем так, не первая страна в списке, которая в него вступила, Беларусь немножко, как сказать, с опозданием все это пришло, поэтому в принципе время подготовиться было. Вот перед теми кризисами, конечно, вот эту подушку безопасности, подушку ликвидности резервной, ее нужно увеличивать и накапливать по возможности. второй момент, который все бизнесы, которые более-менее долго работают в Беларуси, они, наверное, знают, это, конечно же, что все эти кризисы влияют на валютный курс, все эти кризисы бьют по компаниям, в первую очередь, у которых высокая кредитная, долговая нагрузка, соответственно, что структура долгов валютная, она должна соответствовать структуре валютной по сути доходов компании. Для тех компаний, которые попали в самую сложную ситуацию, многие, я думаю, для многих выход заключается в том, что они меняют полностью бизнес-модель, те, кто там, то есть, да, понятно, что их там бизнес уже не работает, но, возможно, открываются какие-то новые какие-то новые бизнес-идеи, какие-то новые возможности, что можно что-то делать другое, о чем они раньше не задумывались. Данная ситуация, наверное, будет банальный пример, но производство тех же там санитайзеров или каких-то масок, вот многие попереключались на него, даже те, кто никогда не занимался производством. И, ну, таких примеров можно приводить, я думаю, много. ну, то есть, даже, даже, если с бизнесом все плохо, чтобы компании не теряли, так сказать, оптимизм, не теряли надежду, смотрели, максимально быстро принимали решения, искали новые возможности, чтобы восстановиться, опять наладить какой-то, возможно, альтернативный бизнес. и, опять же, даже если и компаниям до сих пор не помогли, ну, в том числе, вот мы обсуждали государственную поддержку, компаниям стоит ориентироваться все-таки, ну, не терять надежду, не терять оптимизм, потому что многие, ну, скажем так, приход этих донорских средств иногда он задерживается, потому что требует некоторого времени на одобрение, на реформатирование и так далее, и с каким-то лагом эти средства все равно станут, скорее всего, доступны, и компании смогут получить какую-то поддержку в каком-то виде, поэтому вот из этих трех, наверное, советов основных я начну обсуждение этого вопроса. Татьяна, может быть, стартапам некие парады, что зараз рабить. Да, я считаю, что в этой ситуации, вообще, действительно, считаю, что кризис это достаточно серьезный, да, даже если сравнивать по сравнению там, ну, финансовым кризисом 2008 года или вот известный в 2000-х годах кризис доткома, да, когда, действительно, который перевернул всю индустрию венчурную, но, тем не менее, вот, мне кажется, что это один из самых будет затяжных кризисов. И мой первый совет здесь будет достаточно жесткий, он означает просто сокращение всех расходов максимально возможным путем. Что это означает? Что расходы на маркетинг, обучение, корпоративные вещи, то есть они полностью должны быть исключены. И многие компании действительно сегодня стали сокращать расходы, это заметно, но делают это так вот, ну, чуть-чуть сократили, да, вот я в этом смысле абсолютно противник полумер, сторонник такого жесткого принятия решения. То есть, если вы решили сокращать персонал, если вы решили отказаться от какой-то статьи расхода, делайте это быстро и существенно. То есть, вот сейчас принцип семь раз отмерь, один раз отрежь, он не работает вообще. Вот сейчас нужно семь раз отрезать, и этого еще будет, пожалуй, недостаточно. Ну, действительно, если вы думаете, что, ну, давайте я посмотрю еще месяц, и там вот мы решим, нет, вот вы просто этот месяц потеряете, и окажетесь вы еще в более плачевной ситуации через месяц. Поэтому первое, это сокращение, абсолютное сокращение расходов. Естественно, нужно просчитать все возможные сценарии, и, как мы уже говорили, там, для стартапов до двух лет, стартап должен понимать, какие могут быть возможные сценарии от плохого до хорошего, и быть готовым, естественно, к самому плохому. Вообще, самый лучший план, это тот план, который можно изменить. Для стартапа это золотое правило, потому что стартап, наверное, самая гибкая организация, которая действительно во время кризисов всегда, и не только во время кризисов, адаптируется, меняется достаточно легко, и в этом смысле может быть тем стартапом, который действительно очень уязвим, уязвимо стоит посмотреть на возможность пивотинга, то есть изменение своей бизнес-модели, изменение своего продукта, изменение своей клиентской базы, и подумать о том, как они могут сохранить команду в этот период, и действительно воспользоваться кризисом как возможность. Доброе, такое питание, как показало наше питание сирот слухачев, то большинство людей не различает, что держава пройдет на поддержку, может быть, это питание Денису, а что вогу ли лепш, потребляют зараз предприемства, или потребляют уже финальных поживцов, да, бо, например, заходные краины, они могут потребляют и то, и то, досылать гроши и бизнесу, и физическим особам, Беларусь, конечно, тяжко верится, что будет держать досылать хоть кому-нибудь гроши, или все ровно, в кейсу с Беларусью колеи сродка уменьш, что лепш, потребляйте людей, си пробовать, потребляйте бизнесы? Ну, я, наверное, так, ну, это не какая-то альтернатива, да, то есть людей поддерживают, скажем так, одни службы, там, и принимаются решения одними министерствами, там, допустим, про поддержку бизнеса, у нас там совершенно другие занимаются институты, вот, но, конечно, с точки зрения экономики, экономической логики, поддержка бизнеса, она дает какой-то мультипликатор, потому что я говорил, что, ну, если поддержать компанию, в которой работает, там, 30 человек, автоматически это поддерживается, там, 120 человек, да, то есть, потому что у всех этих людей есть семьи, у всех есть кто-то, кого они тоже поддерживают, и тем самым, скажем, поддержка, она, если она идет точечная, там, скажем, этот эффект мультипликации, мультиплицирующий, он меньше, чем если идет поддержка какого-то юридического лица, какого-то бизнеса, какой-то структуры, поэтому, ну, понятно, что и социальная поддержка тоже должна быть, и должна быть поддержка людей, семей, да, как это называется, households, то есть, эти два вида поддержки, они не взаимоисключающие, и выбирать, наверное, это был бы сложный выбор, но я надеюсь, что выбирать не придется, и будут находить способы поддержать и тех, и тех. Единственное, что для бизнеса, конечно, могла бы быть поддержка очень хорошая, если бы действительно были какие-то каникулы, там, те же налоговые, да, или возможно были бы какие-то отсрочки по каким-то обязательным платежам, если у компании действительно нет возможности эти платежи делать, то есть, не обязательно даже компании что-то давать, можно просто сделать паузу в принятии каких-то от нее платежей, и это тоже бы компания могла помочь ее поддержать, вот поэтому, скажем, формы поддержки тоже могут быть разные для этих двух групп, но, как я уже говорил, эта поддержка вот в кризис, она важна, и она должна быть возможной, все способы, все каналы должны использоваться, которые есть возможности использования. Добре, нам даслали, дарача, если у вас есть питание, задавайте в чат, поднимайте руку, я вам включу микрофон, нам пачас, так, то есть, нажал, я отменил, нам насам речь приходила вельмешмат питание пачас регистрации, и, и, они так сама тычылися розных сферу, я их не задавал, у нас было вельмешмат питание, там, а, что робить бизнесу в сфере эдукации, что робить бизнесу в сфере импорта товаров, да, ма быть, каб гэтанек обеднаць все разом, скажите, як вам падается пасля пандемии, якие бизнесы будуть больше запатрабованы, ну, у меня ощущение, что, что касается стартапов, безусловно, вот те секторы, которые сегодня находятся на взлете, это, как мы говорили, онлайн интертеймент, онлайн e-commerce, гейминг, онлайн education и так далее, и так далее, они все-таки после кризиса продолжат свой рост, это не значит, что после кризиса вот эта клиентская база, которая сегодня к ним пришла, она полностью уйдет, мне кажется, что, ну, мы все-таки будем жить в другой парадигме после кризиса, мы не вернемся в прошлое, вот пока мы продолжаем жить по старым паттернам, и даже те инструменты, которые мы, технологические инструменты, которые сегодня нам помогают жить, ведь они были созданы все в период, когда жизнь оффлайн оказалась нормой, мне кажется, этой нормы уже больше не будет, и те продукты, которыми пользуемся социальные сети, фейсбук, зум, тот же, и так далее, они были созданы для людей, которые живут в оффлайне, чтобы помочь им делать онлайн, вот человеческая привычка, она станет другой, человеческое поведение станет другим, появится, мне кажется, мы вообще будем жить в мире других ценностей, и будут, безусловно, на взлете те бизнесы, которые смогут уловить вот эту новую реалии, вот эту новую норму, и сделают и придумают действительно те инструменты, которые будут востребованы уже там, через два, три, четыре-пять лет. Безусловно, мне кажется, кардинально изменится система образования, это, в общем-то, то, что было и, ну, и востребовано было уже очень давно, но просто это одна из самых таких архаичных, может быть, систем, где очень трудно вносить изменения, но сейчас уже понятно, что эти изменения будут, и, как кто-нибудь, многие, я знаю, и учителя, и говорят, что невозможно делать онлайн, это другое качество, там, и так далее, и так далее, но мне кажется, что возврата в прошлое и здесь не будет. Безусловно, те сферы, которые были связаны с зеленой энергетикой, тоже мы только начинали об этом говорить, что это будущее, так вот это будущее не через 5-10 лет, это будущее, которое уже наступает, электромобили, зеленая энергетика, все, что связано с предотвращением изменений климата и улучшением качества жизни людей на Земле, мне кажется, вот это будут безусловные тренды, то есть я не сторонник того, что вот мы переживем кризис и все вернется, и мы будем также ходить на ивенты, конференции, там, также общаться, наверное, мы будем это делать, но как-то по-другому. Мабы тогда и одразу худкое питание пришло в чат, некие сферы бизнеса помрут и уже не вернутся, те вельми, вельми сменшатся. Да, абсолютно, я думаю, что, допустим, бизнес, который связан с организацией ивентом, в том виде, в котором он был, действительно, ну, я не хочу сказать, умрут, но они очень существенно видоизменятся, поэтому, действительно, можно сказать, что в том виде, в котором они были, наверное, они умрут. Я с трудом себе представляю конференцию там или стадион людей, который сидит и слушает выступления, да, ну, действительно, очень с трудом себе представляю, что это возможно в ближайшие годы. Мне кажется, что многие, действительно, сферы, которые и travel, и hospitality, они просто существенно изменятся, то есть, может быть, они не умрут, наверное, они не умрут, скорее всего, но они претерпят настолько серьезные изменения, и вот, кто первый будет, ловит вот эти изменения, в какую сторону, действительно, будет движение и сможет предложить тот или иной инструмент, продукт, который помогает существовать в новых реалиях, вот, наверное, это будут бизнесы, которые будут иметь их успех. Денис, ну, мне, как всегда, проще не объединять, а наоборот, на какие-то разбивать конкретные отрасли, и вот вы упомянули образование, мне кажется, в образовании сейчас очень, ну, скажем, ускорились те трансформации этой отрасли, которые были связаны со всем, что происходит онлайн, то есть это, скажем так, оказывается, может быть, не нужно каждый день ходить в школу и сидеть там с утра до вечера, может быть, достаточно туда приходить один раз в неделю, и то, если тебе что-то непонятно, да, оказывается, что можно учеников, допустим, разбить по успеваемости, и каждый со своей скоростью осваивает материал, и, опять же, преподаватели, может быть, тоже можно разбить не по классам, а по тем, кто работает с каждой группой, там, лучше успевающих, средних, хуже успевающих, так сказать, отдельно, то есть появляется куча таких идей новых, которые раньше, ну, они витали, как бы, в воздухе, да, но так вот плотно заняться их реализацией почему-то не доходили там руки, допустим, да, и поэтому, вот, когда изменения, реформы, да, начинаются именно в тот момент, когда уже без этого никак не обойтись, некоторые отрасли, они именно сейчас их, собственно, эти изменения претерпевают, и видно, что эти изменения на самом деле к лучшему, потому что, допустим, у меня трое детей, и они ходят в кучу кружков, и оказалось, что все эти кружки можно посещать, не выходя из, ну, у меня на заднем фоне план, который символизирует, что я в добровольной самоизоляции нахожусь, и тем не менее, мы не изолированы от общества, дети продолжают учиться в школе, заниматься в кружках, так сказать, развиваться, и наоборот, у них появилось больше времени, потому что коммьютинг, так называемый, теперь не нужен, каждое утро только вот коммьютинг, условно говоря, позавтракать и обратно, или там на улицу и обратно, то есть интересные некоторые изменения происходят, полностью, чтобы умерли, но я не уверен, что умрет отрасль туристическая, например, вряд ли она умрет, действительно, она трансформируется, наверное, как-то, или там отели, рестораны, там кинотеатры, вряд ли они тоже полностью, там театры, парки прекратят существование, но, видимо, будет, будет какой-то, скажем, у них появится именно в этот период у них будет очень сильно развиваться составляющая, которая не связана с физическим посещением, я не знаю, какие-то мастер-классы по приготовлению чего угодно, да, от крутых поваров каких-то, либо, я не знаю, посещение вот онлайн-выставок, там музея, которые люди оффлайн, может быть, никогда бы не пришли, да, онлайн, у них появилось время, они с удовольствием послушают про какого-нибудь белорусского художника, там, или, ну, любого другого, посетят тот же британский музей удаленно, да, поэтому, да, поэтому есть много, вы говорили вот о детях и у меня появилась мысль, что, собственно, да и взрослые не захотят опять ходить в офисы, не только дети в школу не захотят ходить, потому что, мне кажется, вот в сектор коммерческой недвижимости офисы вообще будут не нужны, ну, то есть, или нужны, опять же, в какой-то другой, может быть, измененной своей сути, потому что люди, многие офисные работники поняли и многие менеджеры поняли, что абсолютно можно работать удаленно, из дома и это не то, что не мешает, а очень часто даже помогает, повышает эффективность, поэтому, да, возврата в прошлое, наверное, не будет в этом смысле. Есть одразу питание уже больше детальное, может быть, Денис, 20, двух спикеров, относно рынка медицины и перспективу для Беларуси развиться, не вырасти в этой сфере? Ну, что касается, может быть, стартапов, стартап-сферы, безусловно, уже и раньше у нас было очень, скажем, неплохие, интересные идеи в области телемедицины и стартапы, которые развивают продукты, которые могут удаленно помогать людям, да, вот, кстати говоря, один из участников нашей конференции Венча Дайминск Онлайн, победителей скини в стартап, которые помогают удаленно сканировать через телефон свое тело и понимают, насколько там роль та или другая розинка, какое значение она имеет, плохое, хорошее и так далее, да, для таких стартапов, безусловно, это стартапы, для которых клиентами является весь мир, это, собственно, для любого технологического бизнеса, который направлен на масштабирование, он, это не локальный бизнес, да, это бизнес, который будет востребован на любой территории, и здесь телемедицина, конечно, это один из секторов, который будет помогать абсолютно, да, собственно, вот мы говорили, поход в поликлинику сегодня, зачем он, я не знаю, в 50-70% случаев, да, когда ты можешь со своим доктором пообщаться онлайн, рассказать ему какие-то, ну, если это не серьезные заболевания, или если это серьезно, показать лист со своим списком анализов, да, и выслушать его рекомендации, как бы для чего для этого идти в поликлинику или иметь очную встречу со своим врачом, то есть действительно этот кризис помогает нам задуматься о многих сферах, которые, в которых нужны изменения, и в том числе в Беларуси, вот, мне кажется, может быть, ну, Беларусь не будет здесь пионером, но так или иначе изменения придут. Ну, по медицинскому бизнесу можно сказать, что да, для многих компаний открываются возможности большие, но опять же вопрос, ко всем возможностям нужно быть готовым в каком-то смысле, потому что если вы даже производите медицинские маски, там, правильного класса защиты, но у вас на складе их нет, и в данной ситуации, когда, ну, есть проблемы там с производством, есть проблемы с логистикой, быстро произвести в нужном количестве вы их тоже не сможете, то по сути эта возможность будет упущена, поэтому, да, возможности для бизнеса медицинского появились, но насколько получится их конвертировать, ну, реализовать эти возможности, это большой вопрос, потому что, конечно, такого масштаба событий никто не ожидал, в том числе и медицинские компании, фармацевтические, что касается вот именно белорусской сферы ну, вообще медицины, и если, наверное, говорить о врачах, то наоборот, сейчас такая ситуация, что это люди, наверное, в каком-то смысле их можно сравнить с ликвидаторами Чернобыльской трагедии, да, то есть они наоборот сейчас под ударом, поэтому ну, не так все однозначно выглядит, не так все однозначно выглядит, и ну, понятно только одно, что эта сфера, наверное, ну, если говорить про бизнес, то это, что эта сфера, скажем, скорее от этого кризиса усилится, расширится, вырастет, чем, и, скажем так, станет более приоритетной по сравнению с тем, что это было до кризиса. Доброе, дякую, Денис, дякую, Татьяна. Мы в своих мероприятиях интимся притрымливаться жорстка графику, уже мальчат година пройшла, напэвно, будем на гэтом скончывать, як мы бачим, ситуация непрадказальная бизнесу, уже пара зараз жорстка принимать решение и денежить. Будем различать, что держава так само да поможет нашему бизнесу в этой саправды беспрецедентной складанной ситуации выжить, и потом я развиваюся далей, а не пришлось заново все будовать. Я ще раз дякую Татьяне и дякую Денису за то, что долучилися. Спасибо за оставаться. Спасибо. Спасибо за приглашение. Да. Будем всем зычу здоровья и до побачения. Спасибо.